День радио И Пермь первой сделала свой выход в эфир Ведь изобретатель радио Александр Попов родился в Пермской губернии Свой первый прорыв в области высоких технологий Александр Попов, выходец из семьи потомственного священника Совершил в возрасте 10 лет в заводском поселке Туринского рудника В гостях у соседа Саши впервые увидел чудо Электрический звонок И загорелся идеей установить такой же дома Он смастерил гальваническую батарейку из бутылок с отбитым горлышком И звонок заработал А потом соединил звонок проводом с настенными часами И получился электрический будильник В желании связать свою жизнь с техникой Он укрепился, как ни странно, в Пермской духовной семинарии Здесь преподавали не только священное писание Но и математику, логику и физику В Перми семинарист Попов активно занимался экспериментами с электричеством В результате сгорела баня и беседка на месте эксперимента На последнем курсе своего обучения в Перми Александр уже начал опыты в области связи Сконструировал говорящие трубки Коробки с донышками из рыбьего пузыря Которые были соединены специальной нитью С помощью устройства можно было переговариваться на расстоянии Так что именно оно и стало прототипом того аппарата Который 7 мая 1895 года Уже после окончания Санкт-Петербургского университета Александр Степанович публично продемонстрировал На заседании Русского физико-химического общества Сконструированный Поповым прибор Для показания быстрых колебаний в атмосферном электричестве Мог быть приспособлен для передачи информации В 1900 году Александр Степанович создал в Кронштадте, где работал Первую радиомастерскую И, кстати, изобретение Попова сразу же спасло жизнь 24 морякам В 1902 году Попову удалось наладить радиосвязь Между береговыми службами, маяками и кораблями От Одессы до Севастополя Появилось новое средство связи между людьми и материками Радиотехника за сто с лишним лет своего развития прошла огромный путь От первой системы беспроволочной передачи сигналов До современных наземных и космических радиосистем И Пермь подхватила Ведь первая негосударственная радиостанция «Авторадио» Начала вещание 3 сентября 1990 года Уступив эху Москвы только две недели В Перми появилась и первая частная телекомпания «Ветта» Это было в 1991 году Пермь. Первое в эфире Тот удивительный импульс, который дал Александр Степанович Попов 7 мая 1895 года Он каким-то чудесным образом передался нам, пермякам И те компании, которые возникают в Пермском крае Внедряют новейшие технологии Внедряют эти технологии одними из первых в России и в мире Уровень связи в Пермском крае, я вам скажу, что Выше значительно, чем в некоторых европейских странах Благодаря работе наших связистов Мы же создали книгу «Союз операторов связи» Создал книгу Александра Степановича Попова Мы создали памятник скультора Алексея Матвеева Провели конкурс И создали прекрасный памятник в центре города, на улице Попова И каждый год члены Союза операторов связи Учащиеся в колледже радиотехнического имени Попова Проводим субботник 16 марта В день рождения нашего изобретателя Это единственный в Перми имперский памятник Это когда применяется только гранит и бронза Редактор субботник 16 марта Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»